Эфир телеканала продолжает программу на всю Владимирскую в студии Борис Пучков. Здравствуйте! В наших новостных сюжетах мы рассказывали вам о ситуации в филипповском сельском поселении, жители которого уже второй год борются за свой лес и за свою землю. На недавнем выездном экологическом совете при губернаторе Владимирской области эта тема также широко обсуждалась. На встрече с губернатором были и жители Филипповского. В этой программе мы попробуем найти ответы на самые острые вопросы. В нашей студии сегодня Борис Благославов, участник инициативной группы, Аркадий Савельев, гидрогеолог и Дмитрий Уваров, заместитель главы филипповского сельского поселения. Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте! Тема действительно серьезная, наболевшая, одна из самых острых, наверное, наравне с Александровским полигоном, а может быть и гораздо острее. Борис, я знаю, что вы с самого начала в этой истории болеете этим вопросом. Расскажите, с чего все начиналось и когда вы, собственно, встали на защиту родной земли? В этой истории есть две точки. Первая – позапрошлый год, август, когда жители узнали случайно, подчеркиваю, случайно узнали о том, что в области решено поддержать инициационный проект строительства на 1500 гектаров. Когда мы стали разобираться, что такое нечто, оказалось, что это примитивный полигон отходов, не примитивной, удивительной для Владимирской области площади 57 гектаров. Такого мы не знаем. И для России это тоже. Дальше история развивалась таким образом, что речь пошла не о 57 гектарах, а речь пошла о 1500 гектаров сегодняшнего леса, который был передан 50 лет назад в пользование в военных целях заводу. И переводе этих 1500 гектаров в разряд специальной деятельности, есть такой классификатор у правительства Министерства экономики. Что означает возможность работы с любыми отходами на этой территории. Любой формы работы и с любыми отходами. Плоть до медицинских, биологических, радиационных, радиоактивных и так далее. Борис, я перебью. Если не ошибаюсь, полторы тысячи гектаров были проданы за 27 миллионов рублей, 200 рублей за сотку символической суммы. Не ошибаетесь. И сегодня мы считаем, и мы считали это и полтора года назад, когда разобрались с документами, что это мошенническая сделка, это наша позиция, это неправильно. Правильно. Продажа вообще в принципе этого участка, потому что это лес. Лес, который я захватил с собой на передачу. Вот этим документом, тогда он был секретным, мы его рассекретили. Что это за документ? Это распоряжение Совета Министров Российской Федерации, РСФСР 1967 года, которым 1550 гектаров, чуть побольше, из Гослесфонда отводится, подчеркиваю, отводится заводу для создания спецобъекта. Причем, когда мы стали разбираться с деталями, есть документы расшифровывающие тут, то сам спецобъект должен занять территорию 120 гектаров. Все остальное – это лес, который передается заводу. Для чего? Матищинский машиностроительный завод обеспечивает ведение лесного хозяйства и охрану леса на отводимых землях. Могу сказать с полной убежденностью, проанализировав документы аж с 1923 года, которые регулировали ведение лесного хозяйства, в 1977 году вышли основы лесного хозяйства СССР, что этот участок мог иметь одни только статус на момент образования новой России – закрепленные леса. Закрепленные леса не продаются. Вы подводите к тому, что некоторое время назад во Владимирском областном арбитражном суде начали рассматривать гражданский иск, в котором и оспаривают данную сделку. Я знаю, что представители инициативной группы, и вы, Борис, были и регулярно посещаете, насколько я понимаю, все заседания этого суда, которых уже было два. Два предварительных заседания. Два предварительных. Кто истец и кто ответчик? Истец – формально государственный орган, департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Это структура Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства. А ответчика – четыре. Так или иначе, они каким-то образом в эту сделку замешаны. Ну, в первую очередь, конечно, машиностроительный завод, сам общество, которое купило за эти 27, как вы сказали правильно, 200 рублей за сотку, метровагон МАШ. Это два связанных завода, совершенно одной, так сказать, структурой предприятия. Третий – это «Экотехстрой Владимир», которому, собственно говоря, этот проект мусорного полигона был доверен. Он выступал по нему. И четвертое – это административная структура филипповского поселения. Администрация филипповского поселения до начала еще первого заседания написала свой документ, в котором она признала иск законным и согласилась с мнением истца. Просто дело в том, что вам известная, в Владимирской области известная история, в нашей, так сказать, большой истории, маленькой истории, что под натиском общественного мнения Совет народных депутатов обратился в суд районный, и решением суда тот человек, который возглавлял в тот период администрацию, Иванов Ники, был снят с должности, который подписал этот договор за 27 миллионов. Сегодняшняя администрация работает, на мой взгляд, в рамках закона, как это я понимаю, и трезво оценивает ситуацию. Дмитрий, если не ошибаюсь, вот здесь прозвучала некая информация, Борис ее озвучивал, о том, что эти земли, они должны были перейти из одного вида в другой, чтобы на них действительно можно было вести некую специальную деятельность, то есть в том числе и можно было бы построить мусороперерабатывающие предприятия или полигон. Что это за документ? Насколько я знаю, он был подписан главой Киржачевского района Михаилом Гориным. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну да, согласно действующим законам Российской Федерации, нельзя просто так взять на определенном участке земли и заниматься какой-то деятельностью. Необходимо, чтобы земля попадала в ту категорию назначения, чем ты планируешь заниматься. Собственно, постановление 12.2, это как правильно? 21.37. 21.37 номер постановления. Их было четыре, да, и вот на четвертой попытке удалось районному главе Гордену Михаилу Владимировичу придать статус по этой земле с классификатором 12.2. Что такое классификатор 12.2, я думаю, многие теперь знают. То есть на этой земле разрешается заниматься сбором, обработкой, переработкой, утилизацией практически любых видов отходов. В том числе медицинских, в том числе биологических, ну то есть самых страшных видов. То есть для нас, для всех это, конечно, страшное преступление. Мы достаточно оперативно реагировали на все вот эти изменения, движения, которые идут со стороны районной администрации. И несмотря на то, что Киржайская прокуратура не видит никаких нарушений. Она протестовала. Это позже. Он, значит, через областного прокурора, областной прокурор именно вынес направление, скажем так, районной прокуратуре привести, как правильно, юридически сказать, в соответствии с законом классификатор. То есть о чем идет речь? В каким образом? То есть 12.2 это незаконный классификатор. То есть он не может присвоиться для этой категории земель. Владимир, если позволишь, просто добавлю. Да, Валерий. Фактически прокуратура протестовала постановление Горина. Главы. Да, на основании которого началась эта работа. Горин написался, что он исправится, что он будет хорошим. Дело в том, что перед тем, как это изменять, необходимо изменения провести градостроительных документов. В Генплане, в ПЗЗ, в проектно застроенных документах. Только после этого приступать, провести публичные слушания, с народом согласовать, после этого приступать к изменению в реестре статуса этой земли. Горин сделал все наоборот. Но написал прокуратуру, мы исправимся. Прокуратура заняла удивительную, наверное, позицию. Исправимся или исправим? Мы исправимся, как власть, ну и исправим, скажем, ход прохождения документов. Проведем изменения в Генплане, согласуем с народом, а потом вот как бы. Но дело в том, что прокуратура странную позицию занимает. Документы, на основе которого уже земля переводится в другой статус, он-то, хоть и незаконный, прокуратура это признала, он существует и работает. Такая подвисшая ситуация. Прокуратура, на мой взгляд, обязана просто заставить, каким путем, судебным или другим доступными средствами, сегодня Горина отменить документ и вернуть все назад. Мы к этой теме вернемся. И вернемся мы с обсуждением, естественно, выездного заседания экологического совета при губернаторе. Но прежде мне бы хотелось вот о чем поговорить. Все говорят о том, что это полторы тысячи гектаров леса, говорят о том, что это 27 миллионов 200 рублей за сотку. Но не говорят или говорят недостаточно широко о том, что это место, это резервное месторождение пресных вод. О тайне, да. Да, и вот, Аркадий, вы гидрогеолог. Расскажите нам, что это за месторождение, действительно ли оно существует, какие запасы, что это за вода, какие области, какие районы она питает. Да, я действительно гидрогеолог и в своей практике занимался двумя основными направлениями. Первое, это поиски и разведки подземных вод для питьевого водоснабжения. И второе, что относится непосредственно к нашему сегодня разговору, это оценка влияния очагов загрязнения на водоносные горизонты, в том числе на те, которые используются для питьевого водоснабжения. На что я хотел бы, во-первых, сказать о том, что сейчас при выборе мест для размещения полигонов, конечно, они нужны и заводы, и полигоны. Меньше всех руководствуются оценкой влияния на недра, прогнозом на недра. Вот я вам покажу сейчас разрез, это геологический разрез территории. Вы поймете, что недра у нас устроена огромное разнообразие. Вот что здесь на этой схеме мы можем увидеть? На этой схеме мы видим разрез, ну, примерно около 100 метров. Это геологический разрез, мысленно, можете себе представить, он проходит от Москвы, Щелково и до Кольчугина. И вот посмотрите, где выбрана свалка. Вот я показываю. Вот это пески. Это древняя долина, зандровая долина при отступании московского леденения. Здесь 50 метров песков. Если котлован будет вырыт в этих песках, я однозначно скажу, что поймать фильтрат, который, в общем-то, может просочиться через все экраны. И известно, что сейчас в проектах, вот и в зарубежной практике, все равно 10% фильтрата предполагается, что он уйдет. Все равно уйдет. И поэтому мероприятие по дренажу. Дренаж можно сделать, где эти толщие песков небольшая, где глина поверхности лежит. Ведь огромная территория, смотрите, разнообразная. Но выбрана эта территория. Это долина. Потом расширяется в южном направлении эти пески и захватывает пять рек. Киржач, Шерну, Мележу и их притоки. То есть, в том случае, если загрязнение попадет в эту долину, в эти пески, практически все выйдут колодцы и скважины на окружающей территории. Не сразу, но постепенно. Процесс очень такой длительный, в общем-то. Самое главное, этот процесс необратимый. Процесс загрязнения необратим. Значит, вот интересно, сейчас разрабатываются проекты рекультивации территории. И ни в одном из них нет главы о рекультивации недр. Недры не рекультивируются. Я чуть попозже скажу, в каком состоянии Ногинский район находится. Сейчас вот все участки заборов. И поэтому это на практике доказано. То есть, давайте вот, Аркадий, давайте порассуждаем. Если вдруг на этом месте все-таки решили построить мусороперерабатывающее предприятие, чем это грозит в Владимирской области? И вы сказали, что не только Владимирской, но и Московской. Да, да. Сейчас это я сказал о первой части своего тезиса влияния на недра. Еще раз повторю. Вот здесь, на окружающей территории, по этим пескам, вдоль Дорины, Шерны, Мележи, Киржача, возможно, перенос загрязняющих веществ. И те вот заборы, которые питаются из первого горизонта, а это практически все сельские скважины и все дачи, они будут из строя. И придется переходить на другие источники водоснабжения. Теперь о самом главном, что бы я хотел сказать. Вот на этой карте представлен бассейн реки Шерны. Вот не полностью, но вот в северной части. Что здесь нанесено? Здесь вот эта свалка. Ну, то есть, скажем так, предполагаемая. Где ее полигон? Да-да-да, это полигон такого, где, значит, на реке Шерни еще в 80-х, 90-х году откортировано и открыто месторождение подземных вод. Шернинское месторождение с уникальными особенностями. Ну, я не буду занимать время. Это синклиналь, это чистая вода практически санитарной нормы. Это огромное количество воды. Вот. Я в качестве полевика-гидрогеолога с 92-го по 2002-й год принимал участие в разведке. Работа была поставлена по постановлению Москвы и Московской области. Специальные два постановления и финансировалось. В результате работ оценены запасы. Подсчет запасов произведен в количестве 150 тысяч кубометров в сутки. Вдумайтесь, 150 миллионов литров в сутки. Вот. Запасы в 2008 году утверждены и поставлены на государственный учет. В 2008 году? В 2008 году. Есть, значит, протокол государственной комиссии. Государственная комиссия, это федеральный уровень комиссии. Значит, на этом рисунке также ограничена, очерчена зона формирования запасов. То есть, запасы формируются на огромной территории. Источник формирования река Шерна и поверхностные воды. И атмосферные осадки. Значит, на 46% он обеспечен из реки Шерны. То есть, по существующему положению, это СанПИН, это Водный кодекс. В границах зоны формирования запасов не должны находиться источники загрязнений. Если будет полигон каким-то образом реализован, хоть даже в каком-то, даже небольшом, ни один санитарный врач не подпишет проект на освоение месторождения. В двух словах, чем актуально месторождение? 150 тысяч кубометров в сутки. Все города уже сейчас, Ногинского и Балашихинского районов, перешли на восточную систему заснабжения. Это граница Московской и Владимирской областей. Это средне-клядьминское месторождение. 125 тысяч кубометров в сутки его запасы. Шерна 150. Сейчас южная и западная часть Ногинского района, я в двух словах просто скажу, что имеется несколько крупнейших очагов загрязнения, которые изучались когда-то по госбюджетной тематике. И дан прогноз, и практически вся территория, вот у меня атлас здесь лежит, загрязнение, когда-то я могу познакомиться с ним. Вся южная и западная часть района – это очаги загрязнения. И поэтому все заборы сейчас вышли из строя. Начиная от Купавны, Кучина, Балашки. Все они снабжаются на восточную систему заснабжения. Шерна является резервом. Восточную систему заснабжения, которая внизу в их киржача и клядьмы, оно ограничено. Наращивать его нельзя. И вот если мы построим полигон, который мы сегодня обсуждаем, то Шернинское месторождение, его никто не разместит. И существует опасность вообще загрязнения на этой территории всех артизиатских скважин. Продолжаем, собственно, программу. От гидрогеологии переходим к экологическому совету. Выездной совет при губернаторе Владимирской области состоялся примерно неделю назад. В Александрове обсуждались экологические проблемы. Александровский мусорный полигон, ситуация с Филипповским. Борис, было много вопросов задано. Встреча вышла далеко за рамки. Удалось ли выстроить диалог? Удалось ли получить ответы на вопросы? Какое ощущение у вас после встречи? Ощущение весьма печальное. Знаете, ощущение, что той стороне, которая в президиуме сидела, и советовала диалог, не нужен был. Как я понял, главная цель, две цели, додумываясь, у организаторов экологического совета было две цели. Первое – вбросить некую информацию для тех, кто был приглашен. И второе – все-таки принять резолюцию экологического совета в поддержку корректировки территориальной схемы. Территориальная схема не обсуждалась. Сам совет, член совета, кроме президиума, трех-четырех человек. Но вы помните, Александр Байер упомянул о том, что все-таки московский мусор, по его мнению, он все-таки не должен присутствовать. Есть гарантия. И корректировка территориальной схемы. Есть публикация потом пресс-релизе администрации, что не будет московского мусора всей агломерации. Но когда вам на экологическом совете показывают пару крупнейших операторов, скрывая, например, что это оператор на примере комбината, что представляет Денис Кузнецов, что он не просто представитель комбината, а он замгенерального директора регионального оператора по мусору Московской области, который ставит перед собой целью взять под себя всю переработку Московского областа, транспортировку. Вот это скрывают. И тебе говорят, что есть намерение построить у вас в Филипповском не 150 тысяч по переработке, а 450 тысяч по переработке. Когда... Извините, перебью, Борис. Если не ошибаюсь, из уст Павла Кузнецова это получало как некий проект, который вроде как уже существует. Знаете, я вот к этим словам отношусь скептически, потому что проект может как-то есть, как наброски чего-то, да, но документация, по какой строить, я не понимаю, это надо привязывать. Мы впервые... В несколько стадий. Да, это очень большая работа, да. Вы впервые увидели этого человека, представителя компании ООО «Комбинат». Якобы, якобы ООО «Комбинат». То есть, это неизвестно. На самом деле, на самом деле, да, более крупные предприятия. Но вы подумайте, пожалуйста. Все знают, что цифра 500 тысяч тонн в год – это то, что вырабатывает вся Владимирская область отходов. А вам говорят, что одно только предприятие в одном только месте в Филипповском будет принимать 450 тысяч. При этом 20% только будет перерабатывать, а остальные будет захоранивать, складировать. То есть, одно предприятие способно переработать все. Откуда будет, чтобы обеспечить финансовую, так сказать, состоятельность, откуда будут брать мусор. Рядом Хартия, в Александровском районе, на 100 гектаров собираются построить тоже огромное предприятие. Это откуда будет поступать? Тоже из Владимирской области? Будут гнать из города Владимира за 150 километров к нам, что ли? Чтобы мы платили тариф? Ну, глупость несусветная. То есть, нас испытали на какую-то прочность. И сказали, что вот такое возможно. Это означает очень для меня простую мысль у кого-то. Мало чего мы пишем в документах, собираемся реконструировать терсхемы и допустить московскую агломерацию. Ну, знаете, возможно, что вот это не состоится, да, а будет предприятие, которое будет, безусловно, забирать из других регионов и тащить сюда. Вот так мы поняли. Но есть еще второй момент, Борис. 1500 гектаров филипповского леса. Ну, сколько там может? Ну, пускай 50-60 гектаров занимает огромный полигон. Да, там несколько гектаров предприятие, которое 20% перерабатывает. Остальное что такое? У меня есть подозрение, учитывая российские тенденции в этой сфере, да, заявление президента России о том, что будем строить там 260, если не ошибаюсь, 8 мусоросжигательных заводов. Мне кажется, что вот эти ребята, да, которых нам показали, у них вынашивается идея, что они создадут вдруг, да, в силах какие-то обстоятельства, вот это нечто на филипповской земле. И тут же забабахивает мусоростроительный завод по российской программе. Что будет тогда представлять из себя эта зона, где сотня вместе с Московской областью садовых товарищей, я живу в пяти километрах в Александровской районе, что она будет из себя представлять, затрудняясь, что будет представлять себе в радиусе, там, не знаю, сколько десятков километров это земля и лес. Ну, только специалисты могут сказать. Но это пока предположение, домыслы, да, я надеюсь... Это безусловно, но я другого, другого, вот как человек, который долго в бизнесе представил, да, я не представляю вообще выкладывать миллиарды для того, чтобы просто складировать, невозможно. Станет вопрос, куда их девать. Надо их перерабатывать. Как перерабатывать? У нас только одна сегодня в России намечена, так сказать, технология – сжигать. А вот на этой встрече, да, был человек Павел Кузнецов, его имя прозвучало. Мы хотели, чтобы либо он, либо кто-то из представителей компании присутствовал сегодня на программе, к сожалению, не получилось. Печаль. К сожалению, да, Дмитрий, я знаю, что на этом заседании совета вы пытались общаться с представителем ООО «Комбинат» Дмитрием Павлом Кузнецовым. Состоялся ли разговор? Я знаю, что вы обменялись телефонами, вы хотели созвониться. И вдогонку, да, выходил, выступал Михаил Горин, глава Киржачевского района, и он также возмутился и сказал, что я вижу впервые вот этого человека. Никто в администрацию Киржачевского района не приходил, никто инвестора не представлял. И сказал, что очень многое делается, возможно, за нашими спинами. Для него это тоже было удивление. Скажите, вот что было, не было ли? Ну, что было, на встрече мы с вами присутствовали. Мы предложили после так называемого экологического совета остаться пообщаться хотя бы. Значит, Денис Вадимович соснался на занятость, но телефонами обменяться удалось. Непосредственно в понедельник, как и договаривались, я с ним попытался связаться. Ну, мне не ответили. Я ему написал в мессенджере, что необходимо пообщаться. Ну, вот прошло более недели, обратной связи нет. Ну, скорее всего, мы столкнулись с той же самой проблемой, которая была и у предыдущего, в кавычках, инвестора, Экотехстрой Владимир. То есть там также заявлялось о том, что у нас огромадный опыт, положительный, нанотехнологичный и суперсовременный. Как только мы узнали об этом опыте, вот буквально открыли интернет, посмотрели, что же это за опыт, какие отзывы, мы ужаснулись. Мы ужаснулись. Это трагедии огромные, когда люди задыхаются вблизи этих полигонов, когда под видимостью экотехнопарков создаются банальные помойки, везется мусор, откуда только, ну, он может только образовываться. Вполне возможно, и с этим комбинатом точно такая же история. То есть за громкими заявлениями о том, что 9 реализованных проектов, успешных, современных, ничего лучше, чем банальные свалки, мы не увидим. А вы не видели, так и не увидели ни одного проекта, да, насколько я помню? Не, мы знаем про это. Ну, вот та информация, да, это «Олексинский карьер», как бы, всем известный, печальный, но говорить о таких проектах, как «Успешных», может быть, скорее всего, это некоторая форма запугивания, просто мы ее неправильно восприняли. То есть вот для нас успешные проекты – это где люди умирают, а мы это неправильно поняли. Еще одна деталь, когда шел разговор с Кузнецовым после завершения заседания экологического совета, мы говорим, слушайте, там же лес, его позиции, там леса нет. Как человек к серьезному разговору готовый заявляет то, чего он, ну, если не видел, ну, съезди, посмотри. Ты пришел на областной экологический совет, присутствие губернатора, да, людей, которые переживают сердцем, душой, телом, да, за трагедию, да, ты пришел неподготовленный к разговору, ну, несерьезно. А вообще представители инвестора каким-то образом выходили на вас, может быть, на администрацию филипповского поселения? Хотели ли они встретиться с людьми, объяснить, может быть, рассказать, провести какие-то открытые слушания? Или это из области фантазии? Ну, вы понимаете, если бы был проект, за который не стыдно, я думаю, прежде всего показали бы на земле. У нас поселение, у нас достаточно большое поселение, вот, и концентрация населения, вот, именно в этой точке области. Черноголовку расскажи, пожалуйста, и доклад Горина. Какой именно момент? Перед митингом, да, он докладывал проект переработки, реновации. Ну, вот, да, в прошлом году, значит, перед митингом в городе Черноголовке, значит, совершенно случайно, все-таки нам удалось увидеть, так называемый, инвестиционный проект, представленный предыдущим, скажем так, инвестором на этой территории, Экотехстрой Владимир. Экотехстрой Владимир. Да, ну, там черным по белым было написано 150 тысяч строительных отходов, строительных отходов. Реновации. Причем докладывал не Экотехстрой Владимир. То есть, докладывал, да, то есть... Странно? Горина. Глава администрации Киржевского района, Горин Михаил Владимирович, ну, как-то удивительно. И более того, то есть, внимательно изучив, мы пришли к выводу, то, что некоторые страницы вырваны из этого проекта, так называемого, да, там, в том числе страницы с контактами. То есть, кто же в конечном итоге владелец всего этого бардака? Носителем, да. Да, кто носитель, от кого это двигается, ну, приходится только догадываться. Здесь то же самое, то есть, прошло сколько времени после экологического совета? Второго числа был экологический совет, третьего числа был митинг в сельском поселении Филипповской, который собрал несколько сотен... Вы предупредили мой вопрос, да, на следующий день был митинг, расскажите, санкционированный, что там? Да, я договорил, и никакой попытки, насколько мне известно, то есть, я как депутат, как замглава поселения могу сказать, не было встретиться со стороны инвесторов, пообщаться, рассказать, что за проект, что мы вам хотим и зачем. Хотя наша позиция однозначна, и она ясна, но таких попыток не было. А расскажите о митинге поподробнее, 700 человек, достаточно большая цифра для поселения. Для села, в общем-то, и была подписана некая резолюция. Для зимы и для села. Для зимы и для села была подписана некая резолюция из 10 пунктов, что за резолюция и что было на митинге. Резолюция у нас есть с собой, Борис Калыч? Сейчас смотрю, я наверное взял. Значит, митинг состоялся, митинг был согласованный, исполняющий обязанности главы администрации Филипповского поселения, я считаю, сделал правильный выбор, то есть, все-таки снял некоторые точки крепения. То есть, я не понимаю, почему власти боятся митингов, наоборот, это возможность снять это кипение, наоборот, это возможность услышать и понять друг друга. Нет смысла запираться в каких-то своих там домиках. Если в общих чертах, в общих чертах, достаточно большое количество, это порядка 670 подписей было собрано, пиковая нагрузка была порядка 500-600 человек. Могу сказать, что со стороны органов полиции было отличное взаимодействие, никаких нарушений, попыток правонарушения, все очень вежливо, корректно и уважительно. Ну, у нас всегда так. Люди пришли, высказали свое мнение, то есть, мы, население, мы, наши жители, услышали. Хотелось бы, чтобы услышала и власть. По резолюции. Там простые вещи, доступные любому сознанию. Мы поддерживаем Рослесхоз, его требование вернуть 1500 леса государству. Мы считаем, что прокуратура ведет себя непоследовательно, и областная, и районная, по теме, о которой мы говорили. Мы считаем, что действия Горина являются антизаконными, да, и в моральном, и в законном смысле, по переводу, то, что он делает. Вот, основные содержания. И мы, в общем-то, просим губернатора о небольших, первое, небольших действиях. Первое, мы его предложили все-таки гарантии исполнить. Мы его попросили вот о чем. Вообще, есть план территориального развития области Киржачевского района. Есть такой документ, про который все говорят. Вот, в той тех схеме, которая разрабатывалась прежде, вот старая, которая сегодня корректируется, там есть ссылки на этот план. По плану территориального развития Киржачевский район – это зона развития туризма и отдыха. Мы просим губернатора, попросили этой резолюции губернатора Сипягина, Владимира Владимировича, выделить средства на разработку концепции. Вот, развитие Киржачевского района и Филипповского поселения, в частности, да, как зоны туризма и отдыха. Вот, такое простое обращение. Вот, собственно говоря, главные моменты резолюции. Ну, что ж, мы посмотрим, что будет дальше, потому что у нас еще дело рассматривается, гражданский иск рассматривается все-таки в арбитражном суде, и в качестве САУ у нас выступает департамент лесного хозяйства. Я думаю, мы еще пока... Мы в большом напряжении по поводу развития дальнейшего в суде, очень большом распоряжении, зная, что происходит в Рослесхозе, что с ним делают. Это как бы вот информация, которую она передает. И все-таки горячее желание ответчиков сделать суд закрытым. Судья уже приняла решение. Судья отменил это. Она не согласилась, не приняла их обращение, да, ходатайство, не согласилась. Но есть еще вариант, что все-таки продавят. Лишат людей, которые защищают свои интересы, защищают интересы своей малой родины, участвовать, смотреть, как будет происходить. А закрытый суд – это совсем другая история. На экологическом совете был представлен федеральный эксперт Дударева, Альбина Евгеньевна, которая сказала такие слова, которые не понравились практически, если не ошибаюсь, всем присутствующим. Ну, не всем, конечно, да. Те, кто был приглашен. А то, что невозможно какому-либо региону или области закрыться от мусора, в данном случае московского. Знаете, нечестный разговор. При всем уважении, да, и учете того, что Альбина Евгеньевна Дударева, как руководитель комиссии Общественной палаты Большой, да, много делает для того, чтобы люди узнали о филипповской драме, да, и поддерживает. Вот здесь вопрос диалога, которого не могло быть по формату работы экологического совета, который был. Знаете, вопросов много возникает, да. Москва. Не мне вам говорить, Борис, какими ресурсами, в отличие от любого другого региона, обладает Москва. Москва, которая не может показать примера применения новейших технологий российской разработки в мусорной проблеме. Знаете, я вот сейчас просто вынужден в эту тему глубоко, так сказать, входить, да много читать. Поразительные вещи сделали разработки еще до Великой Отечественной войны, разработки последних лет, да, которые сегодня сконцентрированы, например, в Иногритическом институте московском, да. Ученые есть, которые это делали. Удивительные вещи, которых в мире нет, технологий, которые способны, вопреки мусорожжательным заводам, творить, ну, скажем так, добро. И не отнимать даже у людей здоровье, и не строить новые онкологические центры, и расширять кладбище. Простите, пожалуйста, да, вот к чему, собственно, идет дело. А, мало того, давать прибыль, а не отнимать деньги, да, и уничтожать, не давать возможность распространяться самому страшному диоксинам. И на хлорной, и на бромной основе. Понимаете? Это отечественные разработки. Почему их сегодня не рекламируют? Почему сегодня ученым не дают государственные деньги для того, чтобы ученые могли довести уже работающие установки до промышленного варианта? Для меня вопрос открытый. Почему мы отдаем миллиарды, десятки миллиардов денег Японии, той же Хитачи, для того, чтобы закупать у нее заводы? Почему Европа сегодня, как бы, не к слову сказано, закрыла проект фактически мусорожжигательных заводов в 17-м году Евросоюзом, да? Они определили, что это тупиковый путь с точки жизни человеческой, да? А мы продолжаем это поддерживать. Получается, что мы опять в сложной ситуации пытаемся простым способом решить проблему. Только последствия этого простого способа будут на нас, на нашем здоровье, на нашей жизни. Борис, Дмитрий, Аркадий, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на наши вопросы. Мы к этой теме еще обязательно вернемся и будем следить за дальнейшим развитием событий. Вам спасибо, что нашли филипповцам, киржачам, жителям Киржача Александровского района, да? Место в своей аудитории, главной аудитории Владимирской области. Спасибо, спасибо. Это была программа «На всю Владимирскую». В студии для вас работал Борис Пучков. Напомню, все новости, а также выпуски программы, включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте TRC33.ru. Увидимся на телеканале «Губерния-33». Продолжение следует...